Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 20 лет, мой молодой человек, ему тоже 20, категорично не нравится моим родителям из-за его семьи. У него сложная ситуация с родителями, он рос с бабушкой, она его воспитывала с мамой, он сейчас не общается, но со всем отношения поддерживает. Однако, растила его бабушка, и мне это не нравится, у нас родители, мы урос в неполной семье. Мы встречаемся в 3 года, хотим съехаться, я устала ругаться с родителями по этому поводу, они убеждены, что я обязательно забеременен, моя учёба накроется, а он меня бросит. Но никаких препосылок к данному исходу нет. Мы предохраняемся, потому что понимаем, что воспитывать ребёнка в столь юном возрасте не окончим институт, нам будет тяжело. Но так же мы обговаривали, что если вдруг произойдёт такая ситуация, то аборты я делать не буду, так как это вредно для женского здоровья. Он меня очень любит, как и я его. Примерно через год совместной жизни мы бы хотели расписаться, нам будет на что жить и где жить тоже. То есть ни его, ни мои родственники нас содержать не будут. Но хоть и тебе, родителям он не нравится, они чуть ли не зря готовы стать, чтобы я не переезжала. Помогите, как мне наладить отношения с родителями, как показать им, что я уже взрослый человек, и это мой осознанный выбор. Как добиться от них хотя бы банального уважения к моему молодому человеку и ко мне в этой ситуации. Ну, я думаю, что, во-первых, первое и самое главное чувство, которое возникает, когда, ну, я считаю, ваш текст, это чувство того, что вы пытаетесь именно, что называется, добиться от родителей, ну, ваших родителей. А вы пытаетесь добиться какого-то признания. Вот. То есть хотите, чтобы они вам, ну, вероятно, буквально разрешили. Быть человеком, которого вы выбрали, так или иначе. Вот. И вот эта вот неуверенность ваша в себе, она, конечно, довольно сильно чувствуется. Видите ли, дело в том, что если вы взрослый человек, как вы говорите, то правда в том, что вам не нужно чего-либо разрешение. Вам оно просто не нужно, если вы взрослый человек. Вот. Правда заключается в том, что вы не будешь взрослый. Человек просто делает то, что, в общем-то, считает, ну, нужным и все. Вот. А вы же пытаетесь чего-то от своих родителей добиться. И вот это, на мой взгляд, является довольно серьезной проблемой. Потому что родители таким образом чувствуют, что вы, ну, знаете как, ну, нуждаетесь, как будто бы в, ну, вот, в их, вот, нуждаетесь, как будто бы вы зависите, как будто бы вы с ними боретесь. Ну, вот, поэтому вот это вопрос, вопрос, вопрос неуверенности в себе, вопрос о нуждаемости в том, чтобы, ну, условно говоря, чтобы родители одобрили вас, чтобы они одобрили то, что вы делаете. Вот. Это, на мой скромный взгляд, и является ключевой проблемой. В данном случае именно с этим нужно работать. Как только родители вообще увидят, что вы, ага, значит, ну, недавидите от них, как только ваши родители увидят, что вы действуете, ну, сами. То есть, что вы, ну, как-то вот не прислушиваете к ним, да. Вот. 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 Как только родители увидят, что вы двигаетесь, условно говоря, своим путем, вот. То я думаю, что тут же это даст им понять, что вы действительно выбрали, ну, действительно выбрали свой собственный путь, вот. А не боретесь с ними. Вот. То есть, на мой взгляд, есть некоторая проблема, которая заключается в том, что вы хотите, чтобы родители вас одобрили и относились как-то к вам по-другому. Ну, не так, ну, не так, как они относятся к вам и к вашему молодому человеку, вот. Вот. Прямо сейчас. Ну, правда заключается в том, что они будут относиться к вам так, как они могут или как они хотят. И если вас это по той или иной причине удивляет, да, если это по той или иной причине вас как-то напугает, вот, ну, нужно с этим, на мой взгляд, разбираться. Потому что тут вы в этом смысле демонстрируете по большому счету, да, либо свою неуверенность в себе, вот, либо, значит, страхи какие-то. Вот. Либо некоторые, вот, переживания, которые есть только у вас и не связаны, условно говоря, напрямую с родителем. Ну, лично мне кажется, что основная проблема заключается в потребности удобрения родителей, в потребности в их, ну, как бы, поддержке. Что-то вроде этого. То есть вы хотите, чтобы они вас, чтобы они вас, вот, поддержали, и вас задевают то, что они этого не хотят. Почему я так думаю, потому что, когда вы рассказываете о том, что вы делаете, да, вот, вы как будто бы по моим ощущениям, вы как будто бы обрадуетесь. Вот. Вот. Я бы, так, это мог бы сказать. И вот то, что вы оправдываетесь, делает вас, к сожалению, ну, знаете, вот такой несколько в себе неуверенный. Вот. В этом и заключается, ну, одна из основных, как мне кажется, проблем. А, еще, еще, еще один момент, на который, на который я бы хотел обратить вам ваше внимание, внимание, заключается в том, что вы, ну, вот, со своим молодым человеком, да, говорите очень много мы, 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 мы. Вот. Вот. То есть, есть такое ощущение, да, что вы, ну, как будто бы, растворяетесь. Вот, растворяетесь, вы, а свой молодой человек. Конечно, могу ошибаться в этом смысле, могу быть небра, тут нужно смотреть, но если вы действительно растворяете в человеке, то нужно конечно поработать с личными границами для того, чтобы вы больше полагались на себя. Сейчас есть такое чувство, что на себя вам полагаться все-таки сложно, да? Вот это очевидно, что родители у вас такие, ну достаточно. Власны, да, и очевидно, что вы как-то одно время хотели, возможно, возможно, хотели как-то им, например, может быть, ну, не знаю, понравиться, да, может быть соответствовать их ожиданиям, вот, может быть, а, чего-то, чего-то еще, вот, то есть тут могут быть, ну, вот, самые такие равные варианты, вот, 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 вот. Поэтому нужно смотреть на то, вот, как у вас, ну, все, все это происходит, вот, ну, по сути, понимаете, понимаете, да? вот, вот, я очень надеюсь на то, что помог вам, хотя бы немножко себе разобрать. Вот, на этом все, желаю вам всего самого доброго и удачи, обращайтесь за помощью и буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. вот. Вот.